Жена говорит мужу, ты в постели намного лучше соседа. Муж, что? Жена испугана. Да это мы с соседкой просто мужей обсуждали. Муж, вот соседка заложила, зараза. Одинокий мужчина решил приготовить пельмени. Пошел к соседке за мясорубкой. Идет и думает, это теперь ее надо пригласить на пельмени в знак благодарности. А там сто грамм, поцелуи, потом дети. А рука уже давит звонок, дверь открывается. Да пошла ты со своей мясорубкой! На золотой свадьбе Рабинович обращается к жене. Циля, сахарная ты моя, подай мне бокал. Соседка жены умиляется. Надо же, столько лет прожили вместе и такое нежное отношение друг к другу. Да что вы! Он всего лишь намекает на мой диабет. А я знаю, как правильно курицу или мясо в коммуналке или в общаге варить. Как? Объясняю. Ты голодный студент. Соседка-хозяйка много готовит. Ставит она на плиту варить курицу, мясо и уходит в комнату смотреть телевизор. Ты ставишь рядом кастрюлю с водой и как только она ушла, перекладываешь мясо к себе. Стоишь рядом. Слышишь, она по коридору шаркает. Перекладываешь обратно. Пришла, проверила, ушла. Ты опять к себе. И так несколько раз. В результате у нее есть мясо, а у тебя бульон. Доктор-пациентки, вы полностью излечитесь, если перестанете играть на пианино? После ухода медсестра спрашивает. Доктор, а какая связь между пианином и ее болезнью? Она моя соседка, живет этажом выше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!